Всего месяц прошел с последнего поединка Александра Шлеменко. И вот он уже вновь вышел на арену, чтобы в главном бою турнира Шлеменко Fighting Championship 5 сразиться с опытным бразильцем Калибером Соузой. Соперник был ровесником Шторма, и так же как и Александр, являлся ярко выраженным ударником. Из 16 побед из 23 в своей профессиональной карьере он завоевал нокаутом. В связи с чем ожидалась схватка двух опытных панчеров, и в итоге бой получился весьма зрелищным. Да и вообще на этом турнире хватало крутых боев и нокаутов, ведь в октагоне выступало немало учеников Александра Шлеменко. Все поединки вы можете посмотреть на официальном канале Шторма по ссылке в описании к данному ролику. Дорогие друзья, с тех пор как мы перезапустили наш канал, на нем опубликованы сотни видео с крутыми и зрелищными боями как с турниров M1 Global, так и других организаций. И мы рады, что они пользуются у вас большой популярностью. Новые видео выходят несколько раз в неделю. И чтобы не пропустить очередной шедевр из мира единоборств, настоятельно просим вас подписаться на наш канал, если вы этого еще не сделали. Ведь согласно статистике, 9 из 10 зрителей смотрят нас, увы, без подписки. А если же уже подписаны, то обязательно прожимайте колокольчик, чтобы быть в курсе всех обновлений. Заранее благодарны всем нашим уважаемым зрителям и желаем вам приятного просмотра. В полном порядке, как всегда, Александр начинает и свои правосторонние стойки, и сразу вертушку такую закладывает. Но мы знаем, что Александр Павлович великолепно наносит удары с разворота. У него очень сильный бэкфист. У него очень-очень крутой тайминг. У него очень хороший держак. В целом всегда был и колено в прыжке, Александр. Руки выше, прыжи руки. Руки. На три четвертая нога пойдет. Поджимает, поджимает Александр. Флеменко всегда работает очень агрессивно. Он старается постоянно идти вперед. И если вы видели то, как он, например, приезжал в Дагестан, и там проводил мастер-классы, то он сказал, что он во главу угла, и его команда, самое главное, ставит выносливость. Он говорит, что у меня очень много пробелов, мне не хватает вольной борьбы, там еще чего-то. Но самое главное, что если я хорошо готов функционально и лучше готов функционально своего более техничного соперника, я все равно его передышу и все равно его передавлю. Клебер идет вперед. Хороший лоу-кик в исполнении Александра. Здесь Александр перекрывается. Не давать, не давать себя бить. Ну и Александр также выступал в AMC Fight Nights. На RCC победил, кстати, не кого-нибудь, а Дэвида Бранча. Был момент, когда Александр три боя подряд проиграл. Да, но кому? Опять же, это Гигард Мусаси, Бруно Сильвы и Анатолий Токов. По очкам там был очень хороший, очень зрелищный, интересный бой. Но все-таки Анатолий там был чуть посильнее. Вот здесь хорошо ногу подхватил Клебер и сразу заходит в корпус. Да, ну вот опять же мы видим, что Клебер показывает, что он сюда приехал не кукурузу охранять, что он будет драться за победу. Клебер прихватил сейчас, в общем-то, вслепую, но при всем при этом они доходят до цели. Разводит клинч Максим Братасов и пошла, пошла рубка здесь. Кстати, у Александра Шлеменко также очень хорошо поставлены удары по туловищу в область печени. И он очень многих соперников положил этим самым ударом, но опять заходит в корпус. Клебер не позволяет Александру он показать свои сильнейшие стороны, свои козыри, выложить на стол, которые мы все прекрасно знаем. Вот мы видим, да, как секундирует Андрей Корешков, ученик Александра, его ближайший друг и соратник. Спокойно переждал эту бомбардировку Александр и колено нет, жалко мимо. Но Клебер, смотрите, тоже наваливает по полной. Такое ощущение, что Александр Шлеменко немного задохнулся, задышал. Вот опять же, ну может быть мне показалось, и я надеюсь, что мне показалось, и что Александр в нормальной форме к этому бою подошел. Напомним, что Андрей Корешков тоже боец Лиги Беллатор и обладатель пояса в том числе, экс-обладатель. 30 секунд и бэкфист, ох, но прямо на... Ой-ой-ой, пропустил сейчас Александр. Спокойно, спокойно. Немного болтает Александр Шлеменко. Нужно восстановиться, идет бороться, конечно же, сразу. Клебер все прекрасно понимает. Он видит, что соперник немного подсел и здесь заталкивает оппонента в сетку. Александр, 10 секунд. Еще надо потерпеть и поработать. Можно попробовать ударить по печени с руки. Нет, пока только в голову. И пока все. Ну такой тревожный раунд для нас, для всех, согласитесь. И как-то оно будет дальше. Поджимает Александр вновь по своему обыкновению, но посмотрите, как машет Клебер. Очень опасные удары справа. С разворота. Так, и что там? Какое-то повреждение ноги, по-моему, Бразилис получил. Ну так, захромал немного, но вроде бы уже восстановил он баланс. Попадает впереди рукой Клебер. Заходит в ногу Александр. Ну и решил потянуть соперника на себя Александр Шлеменко, что, в общем, для него не характерно. Отсюда делаем вывод, что, наверное, не все хорошо с функциональной готовностью у него. Клебер поддавливает. Рука, левая рука, смотрю, на правая опущена. И попытка зайти. Нет, и на отходе хорошо работает здесь. Подхватывает ногу Клебер. Перекрывается Александр от потенциальной атаки. Тяжело дышит. Очень тяжело дышит Александр. Колени четко контролируют удары коленями нашего бойца Клебер Соуза. Ничего не пропускает. Но по печени, по печени можно попробовать. Наверняка не... Здорово. Как хорошо разворачивает Александр Клебер. И серию ударов руками наносит. Уйди на дистанцию, Саня. Уйди, уйди, уйди. Бэкфист прям шлепнул по голове сейчас соперника Александр Шлеменко. Но Клебер даже не поморщился и продолжает идти вперед. Опять заходит ногу Александр. Попытка... Нужна активность, безусловно. Здесь наносит удар, да. И Максим Протасов разводит опять этот клинч. Двигается, двигается Александр. Не стоять перед соперником. Правильное решение. Снова попытка зайти на ближнюю дистанцию. И левая рука доходит до цели. Конечно, детишкам сейчас точно совершенно не позавидуешь. Но они здесь. Они поддерживают Папу вместе с ним. И пропускает Александр. Показывает. Давай, давай. Нужно успеть уйти от ударов соперника. Который, в общем-то, не супербыстрый, конечно. Это не Роберт Уитакер, например, да. И не Израиль Адесани. Но в любом случае он давит. Удар с разворота не точно. Ну, по-моему, и сам Клебер тоже немного подсел. В ногу. Нет, я прям... Посмотрите, как болтает Александра. Это как раз явный признак усталости. Это говорит о том, что функционально не все хорошо. Идет вперед здесь. Клебер наносит опасные удары. Снова клинч. Можно коленом. Нет, не точно. Ир, вертушка не проходит. Колено. Ой-ой-ой, попадает, по-моему, коленом. Но, по счастью, не сильно. Не так, как Ильич, например, сделал это в предыдущем бою. С левой руки, к сожалению, Александр не проходит или летит. Вскользь. Вскользь. Ох, как сложно. Ох, как напряженно здесь. Нога в туловище заходит. И опять клинч. Там разбит нос, по-моему, если даже не сломан. Но Александра с этого ракурса не видно. Ой-ой-ой, посмотрите, кровь начинает хлистать. Скорее всего, нос сломал Александру с колена. Клебер Соуза. Но вот опять же мы говорим о том, что он приехал сюда за победой. Поехали. Третий раунд. И Александр тут же начинает со своей атаки. Моментально заходит в клинч. Клебер. Да-да-да, нужно идти за спину. Продолжает идти кровь из носа у Александра Шлеменко. И мы знаем, что такое стечение обстоятельства. Терпит, терпит Александр. И пытается свалить на канвас. Да-да-да-да, получается перевод сейчас у Клебера. Надо вставать. Надо подниматься Александру по сетке, по стене. Необходимо возвращать себе вертикальное положение. Были, были очень часто вопросы к борьбе Александра Шлеменко. К борьбе, которую практикует в школе Шторм. Потому что Александр и проигрывал сабмишинами. Это было и у... 100% локоть хороший. Молодец. И это помогло расцепить захват и развернуться Александру. Но продолжает гнуть свою линию Клебер Соуза. Он продолжает искать борьбы. Заталкивает соперника к сетке сейчас Александр. Две с половиной минуты еще сражаться. Как трудно. Как тяжело физически так. И что здесь? Заливает своего соперника своей же кровью Александр Шлеменко. Болельщики повскакивали за своих мест. Они гонят Александра вперед. И я надеюсь, я надеюсь, что вот эта поддержка, она придаст Александру дополнительных сил. Вся семья переживает. Хороший локоть. Молодец. Еще. Еще можно ударить так. Ежели, конечно, силы есть на это. Шире локоть. Пусть и здорово. Дальше мы его побежали во всем. Да, и поднаелся тоже Клебер Соуза, безусловно. Локоть хорошо такой. Жея. Сенки развернили. Локоть правый. Садик. Все это четвертый. Разморанок. Ахватай. Идет вперед. И обмен. Не надо обмениваться. Не надо обмениваться. Лучше чистые эпизоды забирать Александру. Но опять же, на фоне усталости тут уже что-то советовать. С левой руки мы зайдем. Вот. Отними сам руку. Отними сам руку. Нога в туловище. И дальше руки летят у Александра. Говорят, левый сбоку Александру. Да, можно. Можно зайти, потому что правая рука там у Клебера опущена. Но попадает бразилец слева. Очень опасный удар. И минута. Минута есть. Надо поработать еще. Собрая всю волю в кулак. И просто забегает бэкфист. Попытка подсечь. Или это был лоу-кик. Ну, может быть, высекающий лоу-кик. Такой в окроножную мышцу. Клеберу Александр просто с опущенными руками заходит вперед к сопернику. Это очень опасно для него. Потому что если встречные удары полетят. Очень нервно. Очень нервно. Очень много пауз. И надо попытаться забрать концовку. Да, это бэкфист. И это неплохо. Еще, еще, еще. Пару атак надо провести, чтобы закрепить успех. Ох, как мимо. Идет, идет вперед Александр. На своем железобетонном характере. Старается забрать. Ну, и Клебер Солза. Все. Закончен поединок. Звучит сирена об окончании встречи. Оценки первого арбитра. 29-28. Двадцать восемь. Второй арбитр. Двадцать восемь. Двадцать девять. Так, в другую сторону отдали. Оценки третьего. Раздельно. Двадцать восемь. Двадцать восемь. Ничья. Этот поединок завершился. Это ничья, дорогие друзья. Ну, что поделать. Александр Шеременко, я так понимаю, недоволен. Двадцать восемь. Двадцать восемь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова